Более сотни работ, около 60 живописи, 42 графика. Автор болотен – витебский художник Олег Прусов. К сожалению, мастера кисти нет среди живых. Он умер молодым. Олегу Прусову было всего 26, но успел оставить после себя солидное художественное наследие. Порядка двух десятилетий картины не экспонировались. Несколько лет назад их возвращением в культурную жизнь страны занялся племянник художника Станислав Прусов. Потому что хочется показать людям. 20 лет этого не было, мы не занимались этим. Может быть, время должно было пройти. Может быть, просто вырасти надо было до этого. Ну и для того, чтобы была возможность этим заняться. Начали это два года назад. Причем получилось так, что умер дядя Олега, Петр Прусов. Я здесь рассказывал на экспозиции. Это создатель ВАЗ-21 Нива. И вышли родственники по другой ветве. Они работают в Лезницком музее. Это небольшой райцентр, откуда в принципе семья вся и вышла. И попросили сделать экспозицию. И мы сделали в небольшом зале, он, наверное, раз в пять меньше этого. Ну, буквально 20-25 работ вывесили. Потом одноклассник Олега, Олег Сишко, который помогал мне делать презентацию, увидел афишу этой выставки. Ну и предложил сделать вечер литературный уже вместе с графикой. Олег Прусов яркая фигура витебского искусства конца 20-го века. Он писал не только картины, но и стихотворения, и прозаические произведения. Тяжелая болезнь в конце жизни, практически лишившая художника возможности видеть, не стала преградой для творчества. Олег Прусов работал до последних дней, готовился к выставке. Экспозиция под названием «Месяц Ай» должна была состояться еще в 96-м. Но жизнь распорядилась иначе. Свои последние картины Олег Прусов написал практически слепым. Олег создал более 200 живописных работ. То, что нам, скажем, в нашей коллекции собрать удалось, это чуть более 100. И мы их, в принципе, сюда практически все привезли, даже несколько не влезло в этот зал. Есть еще, как я говорю, в зоне доступа еще порядка 10 работ, которые мы точно знаем, где они находятся. Ну, дружим с этими, у кого они в коллекциях, и можем их экспонировать. Вот в Витебске были немножко другие работы, они включали в том числе работы с этим. Ну, а остальные, скажем, будем в Минске, я думаю, там пару работ тоже можно будет взять на экспонирование в частных коллекциях. В церемонии открытия приняли участие друзья, близкие люди, мастера кисти, горожане и гости областного центра. Участники мероприятия отмечали, работы Олега Прусова отличаются особым стилем. И если бы художника не забрала тяжелая болезнь, то его вклад в белорусскую, а может и мировую, копилку шедевров был бы еще весомее. А имя могло стать в один ряд с именами великих художников всех времен. Не было рядом с ним Климта. Шелли стал Шелли, потому что его учил Климт. С Олегом не было рядом Климта. Выставка «Месяц Ай» пробудет в городе над Бугом еще почти две недели. Посетить экспозицию можно по 18 ноября включительно. Напомним, картины находятся в выставочном зале по адресу Советская, 54.